Непростая экономическая ситуация в первую очередь сказывается на предприятиях малого бизнеса. Количество оборотных средств сокращается в разы. И первое, на чем начинают экономить предприниматели, это налоговые платежи. Специалисты не раз отмечали, сборы налога на доходы физических лиц в Чувашии сильно сократились. Чтобы решить эту проблему, в столице республики создали рабочую группу по повышению устойчивости социально-экономического развития. На заседание рабочей группы приглашаются организации-неплательщики налогов. С каждым индивидуальный разговор. Но ситуации у всех практически идентичные. Долги копятся аж с прошлого года и исчисляются в сотнях тысяч рублей. Говорят, если заплатим налоги, не хватит на зарплату. На сегодняшний день сколько у вас людей работает? Ну, порядка, наверное, 18. 18 человек. У вас есть задолженность по зарплате? Нет, по зарплате. Зарплату выплачиваете. Вы, как руководитель, знаете, что в момент выплаты зарплаты вы должны одновременно положить платежные поручения на перечисление НДФЛ. Вы это не делаете систематично. Когда вы последний раз подписывали платежные поручения на перечисление НДФЛ? Ну, к сожалению, не могу сказать. Бизнесмены ищут лазейки. Декларируют зарплату ниже прожиточного минимума. Хотя, по факту, она выше. Но такими случаями занимается уже прокуратура. Брать в кредит в банки предприниматели боятся. Вот и получается, что фактически кредитором для них становится бюджет. Здесь и пени меньше, чем процент по займу. Но такой расклад неприемлем. Бюджет не получает средства, которые должны быть направлены на финансирование школ, детских садов, больниц, уборку территорий. Частный бизнес создается на свой страх и риск, который берет на себя предприниматель. С него и спрос. И есть те, кто это понимает. К примеру, предприятие «Стиль профи», чтобы выйти из положения, сменило сферу деятельности и взяло курс на полную коммерциализацию. У нас ситуация связь такова. Задорность по зарплате у нас нет. Это первое. Дальше. Второе. По НДС мы практически идем в графике. По доходу мы задорность снижаем. Но остался главный бой – это пенсионный фонд. Почему? Потому что он накапливался годами. Закон суров, но это закон. Никто не освобождается от ответственности. За 2015 год представители рабочей группы провели встречи с сотней предпринимателей. В результате организации погасили задолженность на сумму примерно 395 миллионов рублей. Работа в этом направлении будет продолжена. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, Республика.